День за днём По состоянию на 22 сентября в Десногорске суммарно зафиксировано 137 случаев заражения. Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом стабильная, местные врачи призывают десногорцев не расслабляться и соблюдать меры санитарной защиты. В некоторых других городах России снова начинает наблюдаться рост числа заражений. Наметилась тенденция к постепенному росту новой коронавирусной инфекции. Есть города такие, как Нововоронеж, Курчатов, Димитровград, на Урале, Пензенской области, где уже очень серьёзные цифры, по 150-200 и так далее. Важной превентивной мерой остаётся контроль состояния граждан в учебных учреждениях и на рабочих местах. Особенно это относится к тем, кто прибыл из других регионов. Надо проводить сейчас беседы в школах среди детей, ещё раз напоминать о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции. И внимательно смотреть за подъёмом заболеваемости ОРС. Фильтры на предприятиях и в ДДУ. На предприятии также у нас продолжается допуск работников на рабочие места после прохождения фильтра утреннего. С измерением температуры, дезинфекцией, бесконтактным методом всё это присутствует и на прежнем уровне также выполняется. Ближайшее культурно-массовое мероприятие в Десногорске – концерт, посвящённый празднованию 75-летия атомной промышленности. Он пройдёт 28 сентября на площади возле администрации. Мероприятие состоится с учётом всех необходимых мер защиты от коронавирусной инфекции. А теперь коротко о погоде. 24 сентября в Десногорске будет облачно с прояснениями – днём плюс 22, ночью плюс 6. На этом выпуск завершён. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова